Время новостей на телеканале Хабар 24. С вами Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Столичные пожарные спасли 25 человек из загоревшейся многоэтажки по улице Кудайбердеулы. В доме на втором этаже, в спальном помещении, горела мебель и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Жерцов вовремя эвакуировали, а пожар был оперативно ликвидирован. Причина его устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Далее к событиям в мире. В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737. На борту лайнера, по предварительным данным, были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. При этом, пока не уточняется точное количество жертв. Известно только, что самолет разбился возле эфиопского города Хадебрезейт. В Колумбии потерпел крушение самолет. Как сообщает рейтер, все 14 человек, находившиеся на борту, погибли. Лайнер следовал из города Сан-Хосе-де-Легуавьяра в город Вилья-Весенсио. Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Сан-Марти. Известно, что пилот связался с диспетчерами. Он сообщил о том, что на борту самолета произошла чрезвычайная ситуация. Пилот попытался посадить судно, однако ему не удалось это сделать. Сейчас эксперты выясняют причину инцидента. Порядка 30 тысяч человек участвовали в 17-й акции движения желтых жилетов во Франции. Одна из самых массовых демонстраций прошла в Париже. Для разгона активистов полицейские применили водометы. Задержано 19 человек. После того, как основная колонна протестующих покинула улицы французской столицы, за дело взялись анархисты. Они забросали жандармов камнями и бутылками. Напомню, участники движения выступают против реформ президента Франции и считают, что принятых экономических мер недостаточно для установления стабильности в стране. В мексиканском городе Саламанка в ночном клубе произошла стрельба. Погибли 15 человек, еще 7 получили огнестрельные ранения. Вооруженные люди ворвались в развлекательное заведение, открыли огонь по посетителям. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако нападавшие успели выбежать из клуба и скрыться на автомобиле. Власти тут же объявили операцию по их поимке, однако пока информации о задержанных нет. Отмечу, что штат Гуанахуату в последний год захлестнула волна насилия. Если в мае прошлого года за несколько дней там были убиты более 60 человек, то в июле еще 40. Штат стал объектом для спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией. Энергетическая система Венесуэлы восстановлена на 70%. Об этом сообщили в Конституционной ассамблее страны накануне в частично обесточенном Каракасе Царилхаус. Толпы людей выстраивались в многокилометровые очереди на автозаправочных станциях, попытки закупить бензин для генераторов. Другие вышли на митинги за и против лидера Боливарианской республики Мадуро. Напомню, в четверг почти вся страна осталась без света. Во время массового блокаута несколько младенцев, подключенных к системам искусственного дыхания, скончались. Первая версия отключения электричества – саботаж на гидроэлектростанции. Лидер оппозиция Гуайдо и действующий президент Мадуро при этом овинят друг друга. Гуайдо утверждает, что отключение света не саботаж, а результат узурпации власти. Правительство же говорит, что электричество было отключено в результате кибератаки из США. Далее о событиях в нашей стране. В городе Алхаак Тюбинской области закрылся единственный детский дом с многолетней историей. Когда-то здесь жили почти 600 воспитанников в возрасте от 3 до 18. Только за последние 5 лет их количество уменьшилось почти на 80%. Большинство сирот забрали в патронатные семьи. Все подробности у Лейла Уесовой. Умерхан Джетеса воспитывает 19 детей. 16 из них приемные. Вместе с супругой Амангуль они основали уникальный семейный ансамбль «Шашу» и зарабатывают на жизнь тем, что приносят людям праздник. На каждого ребенка патронатные родители получают ежемесячное пособие – около 25 тысяч тенге. Для сравнения, на содержание одного сироты в детдоме государство тратит 150 тысяч тенге. С нового года финансирование закончилось. Ежегодно на нужды нашего детдома из областной казны выделялось почти 80 миллионов тенге. Месяц назад мы отвезли детей в город. Почти четверть века Кинжиазы Байгазин руководил самым большим в стране детским домом. В опустившем жилом корпусе пока все оставили на своих местах. За 33 года через это учреждение прошли больше трех тысяч сирот. Большинство из них нашли родителей. Только за последний год в патронатные семьи забрали 25 ребят. Новый корпус для Алгинского детского дома построили в 2005 году. Тогда здесь жили больше 500 детей. Теперь это здание передадут на баланс индустриально-технического колледжа. Оставшиеся 14 воспитанников уже переехали в Актубе, где обустраиваются в новом центре Айала для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Теперь бывшие детдомовцы учатся жить по-новому. Сюда привезли тех, кого не успели взять под патронат. 17-летняя Лиана готовится к ЕНТ. Скоро она покинет этот центр, который стал для них временным приютом. Вот моя кровать. Здесь спят девочки. Мы уже подружились. Я 16 лет прожила в детском доме, поэтому расставаться было тяжело. Но и здесь нам нравится. Мы ходим в обычную школу, нашли новых друзей. Летом поеду поступать в Алматы на психолога. Хочу работать с детьми. Центр Айала рассчитан на 80 мест. Пока здесь живут 33 ребенка. Многие из них приходятся друг другу братьями и сестрами. 19 детей привезли из Центра адаптации несовершеннолетних. Его тоже реорганизовали. С неблагополучными семьями усиленно работают психологи. По словам воспитателей, малыши здесь живут только одной надеждой. Вернуться домой. Мама соберет документы, меня заберет, но этого ничего не происходит. Вот это самое страшное. Для них все равно самое дорогое остается его родная мама. С надеждой на усыновление в Актюбинской области сейчас живут больше тысячи детей. 800 из них находятся под опекой. Около сотни детей живут в семейных детских домах. Их всего 4 в регионе. Но и они могут закрыться. Лейла Усова, Инадин Молдобеков, Актюбе, Хабар 24. Продолжаем выпуск. Инициатива лидера нации о создании проекта АОЛ Ель БСГ, озвученную на съезде партии Нур-Отан, поддерживает предприниматели Алматинской области. Они уверены, что программа поможет заинтересовать молодежь остаться на селе и внести свой вклад в развитие. Так считает и житель Киргулакского района Шаттахайтпай. Устав от суеты мегаполиса, предприниматели решили строить бизнес в сельской глубинке и уже добились определенных успехов. С ними встретились наш корреспондент Гульнар Жантасова. В этой семейной пекарне выпекают почти три тонны хлебобулочных изделий в сутки. Багланы Шаттахайтпай говорят, что спрос на их продукцию высокий. В поселок Сарузек молодая семья приехала два года назад из Алматы. Сначала приобрели старую мельницу, затем решили выпекать хлеб. Сейчас их продукция поставляется во все учреждения района. Здесь же выпекается и социальный хлеб. Многие заблуждаются, думая, что в поселке жизнь останавливается. Наоборот, все перспективы и все деньги большие, все это в крестьянских хозяйствах и в поселках. Большая перспектива очень. Мы, увидев эту перспективу, решили с супругом приехать, начать, взяли кредит. Спасибо государству, помогло нам. Молодые предприниматели уверены, что предложенная президентом программа поможет возродить жизнь на селе. Сами они уже обеспечили работой 40 человек. В основном это женщины. А еще супруги занимаются благотворительностью, активно помогая тем, кто нуждается. Если бы на село приезжало как можно больше таких молодых предпринимателей с новыми идеями, с новым взглядом, оно бы поднялось и расцвело. Хорошо, что мы работаем под началом Баглан и Шаттека. Хотя они молодые, но уже знают, как надо работать, обеспечивать себя и других. Теперь Баглан и Шаттек мечтают реконструировать старое здание пекарни и обновить оборудование на мельнице. Однако пока на эти планы средств не хватает. Сейчас, чтобы получить кредит в банке, нужна солидная залоговая база. А у молодых бизнесменов ее, как правило, нет. Нужны какие-то преференции по процентной ставке. Надеемся, что под эгидой новой программы появятся для нас какие-нибудь льготы по кредитам. В будущем семья планирует заняться и животноводством. Предприниматели уверены, что при поддержке государства смогут принести пользу односельчанам. Мульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Накануне женского праздника мастерица из Алматинской области выпустила целую коллекцию необычных платьев. Агульбаршин Байсарива шьет народные костюмы и современные наряды из войлока. Они практичны в носке, зимой в них тепло, летом прохладно. Эти свойства и натолкнули Агульбаршин на мысль возродить древние традиции, но только в новом формате. Наши корреспонденты побывали у дизайнера в гостях. Чтобы создать, к примеру, такое платье, у Агульбаршин уходит не одна неделя. Нужно сначала свалять овечью шерсть, покрасить, выложить отдельно узоры. И не какие-нибудь, а для конкретного наряда. Это дизайнерская работа. Судя по этой коллекции, можно представить, сколько пришлось потрудиться мастерице. Войлоко валяние – это древнейшее искусство. Сейчас оно переживает второе рождение. Если в старину оно было жизненно необходимым ремеслом, то сейчас стало одной из форм художественного выражения. Да и спрос большой сейчас от модниц пошёл. О волшебной силе войлока знали ещё сакские красавицы, говорит этнокраф Татьягуль Картаева. Фрагменты этого материала были найдены при раскопках древних курганов. Наши предки шили из него одежду, валяли ковры, мастерили обувь и жилища свои утепляли. Войлок уходит корнями к шестому тысячелетию до нашей эры. Его валяли вручную из шерсти овец. Тонкие волокна делали изделия мягкими и приятными на ощупь. Вот только за это свойство войлок был востребован во все времена. К тому же он экологичен. Об этих качествах войлока Гульбар Шамбайсариева знала с детства. Ремесло в её семье передавалось из поколения в поколение. А когда 13 лет назад она переехала в Казахстан из Узбекистана, то не стала искать работу. Пошла по стопам своих бабушек. Вручную сбивала овечью шерсть и валяла войлок. Я сделала ставку на натуральность, но при этом понимала, что обычным войлоком никого не удивишь. Решили шить из него одежду. А у наших предков она была очень красивой. Вот и родилась идея стилизовать народный костюм. У Гульбар Шамбайсариева пока маленький цех, зато сырьё у неё собственное. На пастбище 200 овец. Уже в апреле стрижка. Полученная шерсть пойдёт на камзолы, головные уборы и лёгкие куртки. Сейчас на рынке очень много китайской продукции. Почему бы нам не продвигать свой товар? Женщины, которые сидят дома без работы, могли бы составить хорошую конкуренцию производителям из Поднебесной. Специально для них планируют открыть такие же цеха в регионах страны. Сейчас Гульбар Шин открывает производство в Астане и Талдыкургане. Мастеров она уже обучила. Все вместе они будут создавать казахстанский бренд стилизованной национальной одежды. Индира Розалинова, Валентин Лобанов, Алматинская область, Хабар 24. 10 миллионов цветов выращивают в теплицах Байзахского района Жамбойской области. Ими украшают не только регион, но и отправляют в другие города нашей страны. Ежегодно число растений увеличивается. Среди них есть и экзотические. Их импорт специалистам удалось сократить на 30%. Самые некапризные и устойчивые к климатическим условиям местные цветоводы размножают сами. О красоте, которая завораживает, в нашем следующем материале. Рано Азимова 10 лет работает в теплице. За это время успела изучить все виды выращиваемых цветов. Говорит, важна не только своевременная обработка, а также умение разговаривать на языке растений и восхищаться их красотой. Каждый саженец словно ребенок. Требует постоянного внимания и ухода. Эти цветы пеларгонии. Мы из семян их выращиваем. Чтобы они росли пышными и красивыми, обязательно убираем сердцевину. Петуни более капризные, а пеларгонии у нас хорошо растут. Цветы в Байзахском районе выращивают уже 12 лет. Начинали всего с трех теплиц, а сейчас их больше 60. Вспоминает менеджер компании Риман Абекова. Число растений ежегодно увеличивается. Сейчас на 47 гектарах земли раскинулись 10 миллионов цветов. Из них большая часть – клумбовые. А комнатные, которые устойчивы к климатическим условиям, в основном завозят из других стран. Так как это из-за рубежа, все рассчитывается в евро. Евро у нас непостоянное, поэтому цветы у нас выходят очень дорогие, как бы не по карману нашим жителям. И это нас навело на мысль, почему бы нам самим не попробовать выращивать такие же комнатные растения здесь. На данный момент около 30%, несколько наименований мы уже научились выращивать в наших условиях, которые более адаптированы к нашим условиям, менее болеют, хорошо растут. Профессионалы тепличного бизнеса говорят, что выращивание цветов – дело хлопотное. Необходимо организовать растениям правильный полив и постоянно соблюдать температурный режим, так как малейшие упущения приводят к гибели. Поэтому весь процесс под пристальным контролем. В сезон в теплицах трудятся 400 человек, а в зимнее время не меньше 100. К нам часто приезжают агрономы. Наши сотрудники ездят в Голландию, тоже обучаются новым технологиям. Мы завезли оттуда около трех машин. Пекровочная машина, фасовочная машина по торфу и машина по рассадке семян. Эти машины сокращают труд около 20 человек. Разнообразие растений завораживает и радует глаз. Возможно, в ближайшие годы тепличные цветы начнут экспортировать, но пока они украшают города нашей страны. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Хатила, Жамбылская область, Хабар-24. К данному часу у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok